МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну и на погашение предыдущих кредитов. Однако получение этой доли транша отложено на необозначенный период. Об этом поговорим. Собственно, это и является темой нашего опроса, который вы видите на своем экране. Отказ от предоставления транша МВФ повлечет три варианта ответа. Повышение курса гривны, активизирует экономику, ничего не изменит. Еще час. Давайте побеседуем на эту тему и в конце вечера подведем итоги. Ярослав Католик, политолог, вам традиционно даем слово. Приобщайтесь к нашему голосованию. Ваш вариант ответа. Добрый вечер. Я проголосую за то, что это приведет к падению курса гривны по отношению к доллару. Независимо от того, какое решение примут сегодня, собирался совет директоров МВФ, результаты будем озвучивать. Если это будет в ближайшее время, судя по всему, гривна не успеет как-то сыграть. Но если это затянется, ваши прогнозы, насколько это может затянуться? Ну, тяжело сказать, потому что тут нужно понимать, почему МВФ сделала такую, скажем так, передышку в отношении Украины, потому что для многих это стало неожиданностью. И, соответственно, когда мы будем понимать причины, мы можем говорить как-то или прогнозировать, насколько могут сдвинуться сроки. Но мне кажется, что в течение месяцев трех этот вопрос будет серьезно обсуждаться в МВФ, и, скорее всего, окончательное решение уже может быть принято. Вот вы говорили о повышении курса гривны, но сегодня... Доллара. Доллара, да. Но сегодня, по крайней мере, мы видим, что все стабильно. Гривна стабильно, но доллар, соответственно, тоже. Да, но это пока что... Это, то есть, вяло текущий процесс. Да, конечно. То есть, доллар будет расти в том случае, если МВФ нам не даст этот кредит. То есть, не даст не в течение нескольких месяцев, а в долгосрочной перспективе, ну, скажем, как минимум в 2017 году. Тогда, конечно, в долгосрочном прогнозе можно говорить о том, что из-за того, что украинские залютные резервы не будут пополняться особо, может возникнуть определенное давление на валютную массу, и таким образом... Ну, плюс ажиотажный спрос населения, конечно же. И в результате все эти процессы могут привести к тому, что гривна может существенно упасть. По разным прогнозам от трех до пяти гривен. Но я думаю, что... И все же ваша версия, да, почему вот МВФ сроки сдвигает? Мы же понимаем, что вероятнее всего транш мы получим в любом случае. Вопрос, когда? Да. Я думаю, что... Тут Петр Алексеевич Порошенко правильно отметил по поводу того, что это связано с последствиями той блокады, которую мы наблюдали на протяжении последнего времени. Ну, тем самым, знаете, в некотором смысле президент расписывается в некой анархии, потому что сам на этот процесс он никак не влияет, по крайней мере, либо не может, либо не хочет в данный период. Ну, как бы Порошенко, знаете, тут мне понравилась очень фраза, шуточная, о том, что если вдруг возникнет движение против Порошенко в качестве президента, то он его возглавит. То есть вот как-то он вот так вот странно себя ведет, потому что когда была блокада, он выступал против, а потом сам же сказал РНБО, чтобы они утверждали блокаду. Ну, вот этого решительного кулака по столу и сказать «все, хватит блокаде», и, в общем-то, мне кажется, все очень быстро бы прекратилось. Да, ну, понимаете, это решение было бы запряжено с очень серьезным падением рейтинга и, скажем так, различного рода волнениями в украинском обществе. Потому что кто у нас за блокаду был? Да, у нас были ветераны АТО, патриоты. То есть многие политические силы примазались, ну, многие пытались на этом вопросе пиариться. И, соответственно, как только бы Порошенко дал приказ силового разгона окончательного блокады, и чтобы никто не мог даже затянуться об этом вопросе, начались бы разговоры о том, что власти не любят патриотов, что это диктатура, это возвращение режима Януковича, ну и так далее. То есть традиционный набор политических лозунгов, которые мы слышим в последнее время. Поэтому я думаю, что именно с этим связано то, что Порошенко попытались сначала силовым путем разогнать блокаду, получили определенный негатив, и тогда решили принять решение, которое должно удовлетворить обе стороны. Якобы у нас блокада будет внедрена. Каким она образом будет внедрена, какая будет ее эффективность, учитывая, что у нас десятки, а то и сотни километров, неконтролируемая граница. Ну, вопрос риторический. Сейчас услышим экономиста Александра Хрименко у нас на телефонной связи. Александр, добрый вечер, приветствуем вас. Добрый вечер. Ну, вот говорим непосредственно об временном отказе в получении транша от Международного валютного фонда. В студии прозвучала мысль о том, что это может сыграть и на курсе доллара по отношению к гривне. Вы, как экономист, предвидите, что доллар подорожает? Нет, на курс... Как раз транс-эбэк на курс не влияет. У нас на курс больше влияет приток от срок денег с арбайтером. Ну, эксперт-импорт, естественно. Транш никак не влияет. Ну, вот, обращаю ваше внимание, год назад, в сентябре, мы получили транш, а последствия начали революваться. То есть, а до получения транша была револювация. Так что это никак не влияет сразу. Что касается непосредственно транша, он также рассчитан и на погашение кредитов. Если мы сейчас не получаем транш, вот в ближайшее время, условно говоря, в марте месяце, в начале апреля, есть нам откуда достать и погасить кредиты? Обязательство по этим вопросам. Без проблем. Нам в этом году надо платить миллиард триста, но вообще-то мы уже триста погасили. И 5 миллиард. У нас, на сегодняшний момент, ну, мы можем взять до удовольствия, 15,4 миллиарда. То есть, как видите, взять один миллиард. Еще раз, в этом году проблем нет. У нас наиболее нагрузка сильно будет в 2018 году уже, а в 2019 еще больше. То есть, у нас тут именно в этом году, ну, миллиард, это, ну, мизер, мизер. Александр, и все же, почему МВФ сдвигает сроки? Ваша версия? Ну, скорее всего, опять же из-за блокады. Я так понимаю, что введение блокады в Зонбассе, это было в определенной степени неожиданно для МВФ, для Евросоюза, для Трампа. Ну, а здесь приняли решение. Стоп. Давайте сейчас посмотрим, что и как будет, чем это закончится. Ну, а тогда уже будем думать, давать, не давать. Что касается программы сотрудничества МВФ и Украины, способны ли на данном этапе Украина выполнять все обязательства и выполняет ли? Да нет, конечно, потому что... Ну, смотрите, сейчас на сайте МВФ, если вам интересно, можете посмотреть действующий меморандум. Он на крыльском языке. Можете почитать, вы увидите, что большую часть требований, которые это все с меморандумом, ну, от них прошло что-то. Мы не выполнили. Ну, там очень длительные, на самом деле, требования, которые невозможно наверняка в один день решить. Имейте в виду, вероятно, макроэкономические показатели. Ну, что-то конкретное. Не, да там вообще смешно. Смотрите, согласно макроэкономические показатели, на 2017 год дефицит государства бюджета должен быть 3,6. Наши умники нарастывают 2,9. Перевыполнили. Ужас. Ну, кто же такое делает? Соборот. Надо же недовыполнить было. Но там есть требования. Привести земельную реформу, действующую. Пенсионную реформу, да. Запустить рынок потребителей газа. Нам есть в виду, чтобы компании продавали газ, энергию для населения. Вот эти требования не выполнили. Там еще масса, там их общая служба, если собрать. Естественно, 28 требований одно выполнили. Имеет в виду, там вот это, допуск на БУД до всем информации. Вот это выполнить. Но следует понимать, что если уже и получаем транши, то это не значит, что они нам в каком-то смысле прощают или закрывают на что-то глаза. Если дают, значит продолжают доверять или продолжают верить в том, что все-таки это рано или поздно произойдет или идет процесс всех этих реформ, тогда почему доверие есть, а вот сейчас отказывают временно? Ну мне кажется, тут связано с чем? С политикой. Нет, понимаете, с точки зрения экономики, я как видю, что мы полностью провалили, развалили, что-то уже ничего не поможет. То есть люди говорят, ну выдавайте, вам миллиард один, миллиард погасим, разойдемся. Это без проблем. То есть это исключительно политическое решение, а выдавать украине... Да, чисто политическое. Ну, я, может, конечно, ошибаюсь, но если вы внимательно вспомните, Трамп встречался с Меркель, помните? И через пару дней ВС решил взять паузу. Не исключено, что они просто там поговорили. Александр, сегодня вот у нас в студии прозвучала такая мысль, что все эти транши Украине вообще не нужны. Совершенно верно. Абсолютно. Я еще говорю, смотрите, мы с 2014 года получаем транши ВС. Я думаю, любой украинец, который начнет считать, поселек, скажет, а что же мы наделали? Зачем мы брали эти транши, если ситуация ухудшается, ухудшается, ухудшается. С точки зрения украинства, с точки зрения зарплаты, ну, тарифы выросли. Зарплата, ну, не будет... Но, подождите, нужно же как-то рассчитываться по предыдущим кредитам. Если нам не будут эти деньги датировать, то каким образом мы будем это делать, исходя из... А как мы рассчитывали за 2013? Мы в 2011, 2012, 2013 году без новых кредитов ВС погасили в общей сумме 10 миллиардов. И могли бы уже, если бы не брали новые, полностью погасить. Но транши это еще и сотрудничество, согласитесь, с иностранными партнерами. Ну, такая некая, ну, скажем, формальность, которая нам еще и стоит денег. Да, но обращаю внимание. Может, помните, нам обещали 40 миллиардов, даже 70 миллиардов. Специальности не пересчиталось. Ничего, ничего. Ну, общей сложности нам, кроме СТНФ, дали все нас все несчастные 7 миллиардов за 3 года. Если мы откажемся от траншей, в финансовых рейтингах Украина утратит позиции, если есть что терять? Да нет, конечно. Мы так уже низко упали, что на рейтинге нет. Смотрите, рейтинг смотрят, когда, ну, какая-то стабильность, когда рейтинг, но когда все внизу. Ну, какой рейтинг? Ну, вы что, ну, какие могут быть рейтинги смотреть, когда сейчас люди говорят, там, а что будет завтра? И вообще, чем это закончится? Хорошо, а другие займы, их под удар не поставят разве? Если откажемся от траншей? Какие займы? Какие? Ну, говорю, ну, черт, ну, я знаю. Нам обещали 40 миллиардов, дали всем. Это что, не кидок? Это, по-моему, ну, знаете, кинули по-полному. Ну, сейчас обещают, сейчас обещают типа 20. Я думаю, вообще них ничего не даст. Ну, поймите, у нас что произошло? У нас постоянно рассказывают какие-то мифические там 100 миллиардов, 400 миллиардов. Речь, на самом деле, идет только о трех, о трех миллиардов внешних займов. Ну, и уже в завершении беседы, Александр, ну, анализируя вашими глазами, глазами экономиста, когда в Украине видеть этот один миллиард от МВФ? Ну, сложно сказать, но я думаю, где-то ближе к осени. То есть мы ближайших 5-6 месяцев будем без этих денег? Стою, да. Я думаю, что про это даже сейчас будет не очень можно говорить, а уже ближе к осени, ну, у нас тут... И при этом, ну, как вы говорите, никаких колебаний с курсом не будет, и волноваться не стоит, и не стоит паниковать. Курс не так убежит, но курс убежит не за кредиты. Сейчас, патрик, курс зависит от блокады, а деньги гастарбайтеру, вот о чем зависит. Спасибо вам, действительно, а не от кредита. Спасибо, Александр. Александр Ахрименко, экономист на телефонной связи, был с нами. Ярослав Католик, политолог. Ну, действительно, здесь услышали одну точку зрения одного отдельного экономиста. Вы, как политолог, видите, что отказ, временный отказ в предоставлении транша может каким-то образом сыграть на рейтинг, на отношения некоторых европейских инвесторов, которые вкладывают деньги в Украину? Нужно говорить о том, что, смотря в каком периоде мы говорим, если это будет принципиальное решение МВФ не выделять транш, да. Потому что вы правильно говорили о том, что предоставление транша МВФ это определенный, знаете, такой индикатор для инвесторов в том, что с экономикой все более-менее стабильно, и деньги можно вкладывать. Если страна сотрудничала с МВФ, а потом вдруг МВФ принимает решение не выделять транш, значит, там есть какие-то риски, есть проблемы, которые инвесторам не нужны. Поэтому в долгосрочной перспективе, если будет решение именно не давать транш, то да, это может повлиять. И я в пользу случаем хотел бы не согласиться с Александром по поводу того, что не влияет, предоставление транша на курс доллара очень влияет. И как раз-таки нельзя говорить о том, что транш не предоставляется для укрепления зольтовалютных резервов. Как раз-таки используется для этого транша МВФ. Мы берем их под небольшой процент, мы не помним, то ли 5, то ли 7% годовых. Потом мы эту сумму возвращаем с процентами именно за счет того, что у нас не рухнула наша национальная валюта. И мы таким образом сохраняем определенную стабильность цен и какой-то уровень жизни населения. То есть можно, если вы уже позволите, тоже отвечая на вопрос, можем ли мы прожить без транша МВФ, можем. Но для этого нужно понимать, что это будет определенная шоковая терапия. Если мы хотим выйти на стабильный уровень самосуществования и самообеспечения, не нуждаясь в траншах, необходимо проводить серьезные реформы и нужно проводить их очень быстро. В этом скачкообразном процессе пострадают многие социальные группы населения. И, естественно, ни одно правительство этого не хочет, потому что это рейтинг. То есть понятно, что оппозиция на выборах будет этим козырять, что вы довели страну до нищеты. И таким образом есть угроза того, что даже начатые реформы могут наполовину загнуться, и они их забудут. И что в итоге? Просто возникает вопрос. Сколько потеряет Украина от блокады? Ну, мне тяжело сказать, потому что я не экономист. Но поговорит о том, что есть два сценария оптимистичный и достаточно такой негативный. И оптимистичный говорит о том, что у нас будет замедление экономики роста где-то до 1,2%. И то, что я говорил, что доллар может вырасти где-то на 3 гривны по отношению к нашей национальной валюте. И негативный говорит о том, что у нас будет где-то 3,5-5% торможения экономики. И где-то до 5 гривен, даже выше, до конца 2017 года, можно скакануть доллар именно из-за блокады. Ну что ж, будем следить и дальше за этим процессом. Вас мы благодарим. Ярослав Католик, политолог, был у нас в гостях. Небольшая информационная пауза. И продолжим, поговорим с журналистом на эту тему. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин